День Знаний Первокурсников, начинающих студентов познакомились с деканами факультетов, рассказали о том, как строится обучение в ВУЗе, как принять участие во всероссийских студенческих олимпиадах и конкурсах, вступить в Объединенный совет обучающихся. Также первокурсники познакомились с одним из основателей и первым директором Музея ядерного оружия РФЦНЕФ Виктором Лукьяновым, который рассказал о развитии атомного проекта в нашей стране и испытаниях первой ядерной бомбы Советского Союза. Сегодня САРФАТ и НИЯУМИФИ – один из ведущих филиалов ядерного университета. Здесь учатся более тысячи студентов. Для них открыты 10 научно-исследовательских и 40 учебных лабораторий, корпус общежития. Скоро построят и второй. Это прекрасный подарок для вас, потому что если не будет форс-мажорных обстоятельств, уже в следующем году вы заедете в прекрасное новое общежитие, которое будет укомплектовано по последнему слову. Это будут блоки с кухнями, со стиральными машинами, с микроволновыми печами, с телевизорами. То есть фактически это будут мини-квартиры. У студентов Саровского физтеха блестящие перспективы на будущее. В последние годы постоянно растет их востребованность в ядерном центре ВНЕФ. В течение 12 лет около 40% молодых специалистов, принятых на работу во ВНЕФ, это выпускники САРФАТИИ. Институт Сарове – один из самых сильных филиалов НИЯУМИФИ. Это видно и по среднему баллу для абитуриентов. В этом году он составил 4,6. Вы первый наш набор, который превысил цифру 200. Средний балл ЕГЭ по сумме трех предметов – русский, математика и физика. Ну вот средний балл по городу Саров – 196, средний балл по САРФАТИИ – 213. В этом году мы набрали 307 человек, 127 на первый курс, из них 12 человек на платную форму обучения. Хотя в области на 2,5 тысячи выпускников, сдающих физику, 2,5 тысячи бюджетных мест, где необходима физика. Практически конкурс в один в один, и тем не менее нам удалось действительно выбрать лучших ребят из области. Руководство ядерного центра НИЯУМИФИ тесно сотрудничает с администрацией ВУЗа для того, чтобы создавать новые проекты, поддерживать и развивать САРФАТИИ как базовый институт РФАЦ НИЯУМИФИ. Студенты и выпускники могут максимально использовать знания и потенциал, полученный в родном институте и предоставленные градообразующим предприятиям, и внести достойный вклад в развитие российской науки, стать востребованными специалистами атомной отрасли. В этом им помогают ведущие сотрудники ядерного центра НИЯУМИФИ, которые преподают на базовых кафедрах. Кто руководители или заведующие кафедры? Это, как правило, директора института, это ведущие ученые не просто Сарова и не просто России, это ведущие ученые мира. И эти ученые известны во всем мире, хочу вам сказать. Они наперечет, за ними следят и им есть чем гордиться. Действительно, это замечательные специалисты, и ряд из них преподает и являются прекрасными преподавателями. С самых первых дней учебы в ВУЗе студенты могут принимать участие в различных конференциях и научных чтениях, пополняя свое портфолио. Из года в год студенты с РФТИ показывают высокие результаты и на Всероссийской студенческой олимпиаде. Также у обучающихся есть возможность получать повышенные именные стипендии и работать в научных лабораториях. Студенты выезжают на практики и стажировки в другие филиалы ядерного университета. Участвуют в различных спортивных праздниках, культурных программах, ведут насыщенную общественную деятельность. Учеба учебой, наука, работа, это все понятно. Но я вас призываю участвовать в проектах общественных, таких как стройотряды замечательные. Вот я вижу, ребята у вас сидят в курточках стройотрядовских. Это тоже здорово. Участвовать в различных мероприятиях, которые организуют для вас как ваш вуз, так и любые молодежные объединения в городе. Жизнь, она такая. То есть она порой неожиданно и бросает вас туда, куда вы и не ждали. Поэтому будьте готовыми ко всему, развивайтесь многогранно, участвуйте во всем, в чем можете, в чем вам интересно участвовать. Первокурсники САРФАТИ – это будущие ученые, инженеры, конструкторы, программисты, математики. Для них открыт целый мир. Они могут выбрать направление, в котором будут развиваться. Но устремляться в будущее необходимо с опорой на прошлое. Для этого нужно знать свою историю, этапы становления атомного проекта и помнить о подвигах великих ученых, которые создали грозное оружие во времена, когда наша страна восстанавливалась после опустошительной войны. Это событие, которое произошло 29 августа 1949 года на Симбалатинском полигоне, когда был испытан первый ядерный заряд первой советской атомной бомбы. Я должен сказать, это событие само по себе уникальное. Страна, лежащая в развалинах после Великой Отечественной войны, должна была мобилизовать все свои силы для того, чтобы сконцентрировать эти силы, я бы сказал, финансы, людские ресурсы, возможности для того, чтобы решить эту уникальную задачу. Необходимо было ответить на вызов США, который в 1945 году испытали три ядерных устройства и разрабатывали план атомной бомбардировки Советского Союза и создать свою собственную атомную бомбу, чтобы не стать жертвами агрессора. Виктор Лукьянов рассказал студентам об основных этапах создания РДС-1, о том, как возникла КБ-11, ныне РФЦ внеф и почему именно в этом месте, о том, как шла добыча урана и о тех людях, которые отдали свои жизни и здоровье за мир и спокойствие в нашей стране. В Доме ученых прошло заседание научно-технического совета, посвященное памяти легендарного ученого ядерного центра Ивана Денисовича Сафронова. 1 сентября ему бы исполнилось 90 лет. Выдающиеся достижения заслуженного деятеля науки отмечены на государственном уровне. Под его руководством были созданы крупнейший математический институт и вычислительный центр страны, которые внесли большой вклад в создание ядерного счета Советского Союза. Главная наша гордость, то, что все ядерное оружие, которое стоит на боевом дежурстве, было рассчитано нашими математиками, по нашим методикам, по нашим программам, с использованием только отечественной вычислительной техники. Иван Денисович Сафронов Иван Денисович Сафронов родился в Башкирии в крестьянской семье староверов. Окончив школу золотой медалью, юноша поступил на механико-математический факультет МГУ. После защиты кандидатской диссертации он приехал в Саров. Уже через пять лет Иван Денисович возглавил математический отдел ядерного центра. У него был непростой характер, твердый и последовательный, как любого талантливого человека. Он имел свою точку зрения, имел твердость в ее отстаивании. Многие присутствующие на заседании научно-технического совета были лично знакомы с Иваном Денисовичем Сафроновым. Их воспоминания были настолько яркими, что им не нужны были записи. Доктор физико-математических наук, дважды лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки и техники, почетный ветеран в НИЭФ и почетный гражданин города Сарова был поистине легендарной личностью. Меня всегда в нем поражала вот такая, как бы очень серьезный взгляд в будущее. Он ничего просто так не делал, а системно все реализовывал и доводил до конца. Иван Денисович последовательно добивался внедрения своих идей в практику. Под его руководство математическое отделение в НИЭФ стало крупным научным центром, занимающим лидирующие в стране позиции в области разработки методов решения многомерных, нестационарных задач математической физики. И это не раз доказывалось на практике. Так однажды он заставил делать расчеты установки в две руки, чтобы советские и зарубежные ученые провели одинаковые вычисления. Поручили нашим и американцам. Наши в пределах недели выдали результаты. Мы, значит, от американцев ждали больше месяца. И они были очень сильно удивлены, потому что наши математики, они наполовину уже физики. Научная деятельность Сафронова неразрывно связана с созданием ядерного счета нашей страны. Под его руководством непосредственным участием разработали технологию математического моделирования, функционирования узлов ядерных и термоядерных зарядов, который включает полный комплекс математических методик и программ. Его соратники и коллеги отметили, что Иван Денисович был лидером не только в научной сфере. Организаторские способности и твердость характера ученого не раз выручали коллектив в период экономического кризиса 90-х годов. В это самое трудное время Иван Денисович, конечно, проявил себя как отличный совершенно специалист, человек, который может бороться за дело, и всегда его принципиальная позиция мы чувствовали, понимали. И, конечно, то, что оборонная часть Росатома сохранилась, то, что она не только сохранилась, но и получила развитие, это, вне всякого сомнения, огромная заслуга Ивана Денисовича Сафронова. Иван Денисович Сафронов был одним из инициаторов создания в филиале МИФИ-4 спецфакультета для подготовки будущих сотрудников ВНИЭФ. Первой кафедрой факультета стала кафедра прикладной математики. Под руководством Ивана Денисовича в математическом отделении РФИАС ВНИЭФ было выполнено около 100 кандидатских и 14 докторских диссертаций. То, что Россия выстояла и продолжала, и продолжает нормально развиваться, есть здесь, конечно, большая заслуга ядерного центра и одного из лидеров нашего института Ивана Денисовича Сафронова. Умение сочетать научную, административную и общественную работу позволило Ивану Денисовичу на протяжении многих лет работать в городской профсоюзной организации, быть депутатом городского совета, принимать активное участие в улучшении жизни горожан. Самое главное – это разработка комплекса программ для ориентированных на самые актуальные задачи в области обороны промышленного комплекса, в первую очередь. Выдающиеся достижения Ивана Денисовича Сафронова были отмечены пятью орденами. Орденом Ленина, Орденом Октябрьской революции, Орденом Знак почета, Орденом почета, Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени, а также многими медалями. По силе таланта, по вкладу в развитие ВНИЭФ и по достигнутым результатам Ивана Денисовича по праву можно отнести к отцам-основателям современного Орфиас в НЕФ. На стадионе ИКАР прошел спортивный праздник в честь 70-летней годовщины испытания РДС-1. Команды сотрудников ядерного центра в НЕФ приняли участие в тематической эстафете «Веселые старты». Они метали надувную бомбу, катали большой мяч, прыгали все вместе через скакалку. Участники продемонстрировали не только силу и ловкость, но и умение объединяться и слышать каждого члена своей команды. Подробности далее. Проводить свободное время, играя в различные спортивные игры на свежем воздухе, любят не только дети, но и взрослые. Это прекрасная возможность не только показать свою силу и ловкость, но и зарядиться энергией и хорошим настроением. Такой подарок сделали сотрудникам Орфиас в НЕФ и горожанам, организаторы тематических и веселых стартов в честь юбилея испытаний первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Эти соревнования прошли под девизом «РДС-2019» – резвый, дерзкий, спортивный. Командам предстояло преодолеть шесть этапов эстафеты. Это банан, лыжи, лыжные гонки, гусеница, скакалка, гигантский дриблинг и запуск ракеты. Традиционно мы говорим, что это для развития корпоративного духа сотрудников, что в принципе мы лишний раз убеждаемся и подтверждаем. 2019 год был объявлен Годом здоровья в госкорпорации «Росатом». Ядерный центр в НЕФ успешно реализует целый ряд социальных программ, в том числе направленных на развитие физкультуры и спорта, где наши спортсмены показывают высокие результаты. Поэтому и в честь 70-летнего юбилея испытаний «РДС-1» – важного события не только для «РФЯЦ ВНЕФ», но и всей нашей страны – Ядерный центр организовал для своих сотрудников большую развлекательно-спортивную программу, которая прошла под девизом «Здорово вместе». От имени администрации профсоюзного комитета я поздравляю вас с этим важным юбилеем. Ядерный центр сегодня – ведущее предприятие атомной отрасли. Оно выполняет важный государственный оборонный заказ. Ведущие ученые-специалисты работали и работают сегодня над атомным проектом. Вы также работаете в Ядерном центре, тем самым несете свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Большое спасибо вам за ваш труд. Несмотря на соперничество, настрой у команд был позитивный и доброжелательный. Хорошая погода и веселые игры помогли участникам расслабиться после напряженной рабочей недели, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Получаю большое удовольствие, присоединяйтесь, все очень нравится. Приятная атмосфера, дружные ребята, коллективы, интересные виды спорта. Очень хорошая, позитивная атмосфера. Последним испытанием для участников стал символический запуск ракеты РДС-1. Командам нужно было действовать слаженно и точно, чтобы забросить снаряд как можно дальше. Лучше всех с заданием справилась команда «Вымпел». Она же стала победителем соревнований. Все участники веселой эстафеты получили памятные подарки от организаторов соревнований. Для детей была предусмотрена отдельная развлекательная программа. Ребята с удовольствием играли с надувными снарядами, для них проводили игры и работали аниматоры. Также в течение мероприятия все желающие могли сдать нормативы ГТО. Спортсмены РФИА Цвнеев, Дмитрий Климов, Антон Тришин и Владислав Покровский были награждены благодарственными письмами Госкорпорации Росатом за успешное выступление на чемпионате мира среди трудящихся в Испании. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канал «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»